Это фрагмент онлайновой системы продажи бизнеса. Некто, может он даже где-нибудь в зале сидит, здесь не знаю, продает музыкальный интернет-сервис. Значит, обращаю внимание на циферки. Стоимость этого сервиса 2 миллиона рублей. Вроде как бы немного, но обратите внимание вот на что. Возраст бизнеса 6 месяцев, количество работников 2 человека, расходы 100 тысяч рублей в месяц. Интересно, да? Известный музыкальный интернет-сервис, позволяющий скачивать композиции, 25 тысяч уникальных пользователей ежедневно, большой файловый архив и так далее. Сервис работает как часы, судя по всему. Если посмотреть внимательно, то 6 месяцев, это означает, что люди вложили в эту интересную систему 600 тысяч рублей. Ну, плюс еще там какие-то первоначальные вложения, сервера, еще что-то. Ну, грубо говоря, 800 тысяч вложений. Хотят через полгода 2 миллиона. Это что означает? Это означает, что сколько там получается? Примерно плюс 150 процентов еще. Это за полгода. Значит, соответственно, за 300 процентов. За 300 процентов прибыли, кто читал капитал Карла Макса, капиталист может сделать такое, что никому и не снилось. 300 процентов это все. То есть никакие обязательства тут уже не моральные, ничего. 300 процентов. Представляете себе? Вложить и 300 процентов получить за год. Это очень прилично. Вот это, естественно, объявление не единственное. Если связаться сейчас с человеком, он подтвердит, что он продает. Более того, судя по всему, уже несколько таких проектов продано. Потому что они же делаются под копирку. Соответственно, таких проектов может быть достаточно много. То есть огромный файловый пиратский архив, некая оболочка, человек, который умеет все это делать, и все. Иди покупай, продавай и так далее. Капитализация просто растет прямо на глазах. Ну и это как бы такой вариант для бедных капиталистов. А вот вариант для крупных капиталистов. Полтора миллиарда долларов не стоит ничего в музыкальной индустрии. Вконтакте очень большую часть своей капитализации получил за счет того, что там можно найти любую музыку бесплатно и легко. А те, кто умеют, и скачать. А умеют уже почти все. Соответственно, Вконтакте сейчас говорит, это не мы виноваты, ничего страшного. Но капитализация все равно наша. Извините. Даже если посчитать хотя бы 20% капитализации Вконтакте, перенести в музыкальную индустрию, это будет практически двойная стоимость всех продаж треков легальных в Рунете. Вот и считайте. Вконтакте, конечно, это очень серьезная соцсеть. Они там на голову выше многих. Но тем не менее, таких сервисов, которые капитализируются за счет музыки, огромное количество. То есть мы считали, это десятки тысяч. То есть музыка создается одними, а зарабатывают на ней совершенно другие люди. Переходим к главному. А что же, собственно говоря, наши уважаемые создатели музыки могут в этом отношении сделать? Это цеховые объединения. Почему мы говорим о цеховых объединениях? Потому что все компании, которые работают в российской музыкальной индустрии, они все очень маленькие. Их капитализация небольшая, их обороты небольшие, соответственно, очень низкие лоббистские возможности, влияние и так далее. А вот борются с ними, как мы только что увидели, достаточно серьезные ребята, у которых все хорошо, начиная с айтишников и заканчивая производителями оборудования музыкального, которые не хотят делиться. Собственно говоря, для этого, конечно, маленькому российскому музыкальному бизнесу надо объединяться в цеховые объединения. Какие у нас сейчас есть объединения? Национальная федерация производителей фонограмм объединяет рекорд компаний, и там порядка 20 компаний, если я не ошибаюсь. Точные цифры я не называю, я не могу вспомнить. Но около 20. Союз концертных организаций России это директора филармоний, в основном государственные предприятия. Объединены они, в общем, тоже достаточно слабо, но, по крайней мере, в последнее время очень активно проявляются. Две недели назад в Питере прошло заседание, где обсуждалось, самое главное, это каким образом бороться с РАО. РАО здесь тоже присутствует, по-моему, присутствует. И, конечно, обязательно расскажет о том, как они борются с директорами филармоний. Но, скажем так, это достаточно локальная история. Чуть-чуть более серьезной историей должна была стать Национальная ассамблея организаторов развлечений, в которую вошли крупнейшие организаторы. Ну, такие, как там, условно, САВ-энтертейнмент, Артес и так далее. Множество компаний, которые, в общем-то, решили объединиться. Но она была создана в 2003 году, и с 2003 года достаточно слабо работает. Правда, буквально четыре дня назад прошла очередная конференция, на которой было принято решение активизироваться. И, может быть, хоть что-нибудь попытаться сделать, хотя, в общем, это достаточно сложно. Но, тем не менее, в Наоре сейчас порядка 20 действующих членов организации, и еще около 20 захотело принять участие. Возможно, это произойдет, мы об этом сообщим всем присутствующим через год. Но это все государственный орган ни один и не занимается регулированием музыкальной отрасли. Ну, то есть, как бы, единственное, чем занимается Министерство культуры, это поддержка отдельных мероприятий, включая вот родственное нам мероприятие, которое открывается сегодня в Зимнем театре с господином Башмиром. Министерство культуры, в общем-то, и не должно, наверное, заниматься этим, но, в принципе, не занимается сейчас никто. Нет саморегулируемой организации, нет ассоциаций. Все это отдано на область. Но есть один момент. В музыкальной индустрии существует отдельная такая область, которая не существует практически нигде, ну, кроме других направлений искусства, а именно общество по коллективному управлению правами. И вот здесь у нас мог бы быть свет в конце тоннеля. Пожалуйста, следующее. Общество по коллективному управлению правами объединяет авторов и других правообладателей для того, чтобы тех не так сильно грабили, скажем так. Вот это основная задача общества по коллективному управлению правами. Посмотрите, что в России сейчас делается. Реально обществ можно насчитать шесть, хотя еще до принятия четвертой части гражданского кодекса их было порядка сорока, потому что каждый мог организовать общество и собирать деньги со всех окружающих в пользу не пойми кого. Это по закону было, ради бога. Сейчас введена государственная аккредитация. Соответственно, количество обществ сразу сократилось, потому что этот бизнес лавочку прикрыли. Соответственно, что у нас получается? Российское авторское общество, которое работает на авторов, ну то есть призвано собирать деньги для авторов, аккредитовано, это правоприемник ВААПа, Всесоюзного агентства по авторским правам, которое было создано, когда Советский Союз захотел все-таки войти в состав цивилизованных стран и начал охранять авторские права. РАО является правоприемником и, собственно говоря, имеется достаточно серьезные возможности для того, чтобы собирать отчисления для авторов. Аккредитация им получена. Вот в 2008 году было принято решение об аккредитации, РАО его получило. Дальше пошла очень любопытная тема. Вот видите различные организации, которые, каждая из которых хотели получить аккредитацию на сбор денег, но не получили. Две из этих организаций получили, но они были судом отменены, потому что аккредитацию проводила Росохранкультура, которая готовится к собственному расформированию. Было много нарушений, и суды должны были отменить принятие решения об этой аккредитации. Это Российская Организация интеллектуальной собственности, ВУИС и Российский Союз правообладателей РСП, который зачем-то чрезмерно активно связывается с именем Михалкова, хотя это не совсем правильно. В любом случае аккредитации отменены. И в том и другом случае. У нас что получается? У нас получается, что коллективное управление у нас тоже, в общем-то, достаточно слабо развито в стране. Соответственно, результатом всего этого является то, что отрасль остается неорганизованной, продажи продолжают падать, хотя именно сейчас можно было бы, очевидно, попробовать организовать все это таким образом, чтобы использовать положительные качества интернета, а не только отрицательные, а именно анонимность и безнаказанность. Положительное качество интернета присутствует, а именно возможность очень четкой и конкретной проверки, биллинга, детализации и так далее, они пока не используются, потому что будем откровенны всем на это с высокой башней наблевать. Произойдет, очевидно, то же самое, что и произошло с российским кино, а именно, ну вы знаете, да, что в прокате 80% фильмов в основном Голливуд и там очень немного какого-то арт-хауса, 20% российских фильмов. И эта доля продолжает сокращаться, выделены, правда, деньги, и если они будут правильно использованы, может быть, она поднимется, может быть, намного, может, не намного, трудно сказать, как пилить будут, скажем так. Что касается нашей концертной отрасли, то ею никто заниматься не будет, тем более рекорд отраслью. Ну а последнее, что произошло, вы знаете, да, что впервые возбуждено уголовное дело по поводу пользователя ВКонтакте за то, что он выложил песенки. До сих пор, кстати, Никитин не полится, чьи песенки он там выложил, кто этот он и действительно ли они его подали в суд, но тем не менее. Проблема заключается в том, что вот все говорят господину Никитину, ах, какой ты мерзавец, на рядового пользователя подал в суд. А что должен господин Никитин ответить? Он должен ответить так, а вот министр связи мне прямым текстом посоветовал, ВКонтакте не виноват, говорит министр связи, ВКонтакте хорошее, там все в порядке, подавайте в суд на конкретных пользователей. И именно это сделал Никитин. Так что, если уж его осуждать, то, наверное, вместе с министром связи. То есть, возвращаясь к нашему резюме, есть свет или нет, довольно сложно понять. Единственное, что мы можем понять, что все это нужно решать не только в России, но и во всем мире сразу, потому что все международное законодательство также является не очень приспособленным к современному условию. Поэтому те конвенции, в которых мы находимся, достаточно часто позволяют, точнее, заставляют нас делать какие-то вещи, которые сейчас уже выглядят немножко нелепыми. Но законодательство и законодательство, от него никуда не денешься. Его просто надо изменить, исходя из того, что происходит сейчас в мире. Но это надо делать на международном уровне. Может быть, даже Россия, как один из крупнейших рынков, а мы действительно один из крупнейших рынков, не только вообще в целом, макроэкономически, но и в области искусства и музыки в частности. Потому что пиратство у нас зарабатывает столько, что американские концерны только облизываются, несмотря на то, что народ, говорят, бедствует. Тем не менее, зарабатывают прилично, и этот рынок, в общем-то, достаточно влиятельен, заметен в мире, и мы должны, очевидно, обратить на это внимание и попробовать, может быть, выполнить какую-то свою функцию в мировой музыкальной индустрии, хотя от нас, конечно, этого никто не ждет. Ну, вот, собственно говоря, и все. Я могу ответить на вопросы, если у нас есть время. А может, все-таки не так все плохо? Смотрите, население, говорящие на планете на русском языке, это всего лишь 3%. Все остальные говорят на... На китайском, да. Ну, хорошо. Есть огромный язык, называется международный английский. Так вот, Голливуд вещает на английском. Вы говорите, статистика российского проката, российской музыки относительно иностранных, примерно 1 к 5. Так вот, отношение русского языка к иностранному языку, оно еще меньше, то есть там 1 к 8. Так что, может быть, то, что у нас так мало нашего, это не то, что как все плохо, это просто так должно быть? Я обращаю ваше внимание, что в России на английском языке говорят очень немногие. То есть речь идет о том, что именно в России, собственно говоря... У нас же на русском вещается. Я говорю о том, что экспансия давления международного рынка на российский, это нормальная ситуация, что она такая большая, и так много иностранного у нас здесь. Я абсолютно с вами согласен, во многих развивающихся странах международный репертуар, то есть англо-американский, занимает примерно 70-80-90%. Просто мы же всегда говорим о том, что мы какие-то такие особенные вообще. А так... Следующий вопрос. Есть еще вопросы? Нет вопросов? Нет вопросов. Тогда переходим к следующей. В частном порядке могу со всеми обсудить, если я желаю. Спасибо большое. Спасибо.